Минхатов, шестой номер, это Хусаинов, тройка нападения, момент у сборной Беларуси, будем говорить о матчах в Санкт-Петербурге, то есть есть моменты, которыми нужно работать и в которых нужно добавлять, сейчас проходит Приволжье по чужую синей линию, здесь может получиться момент, есть еще бросок, обрабатывать Минские Зубры, еще одна передача есть, здесь бросок, очень неплохо, хороший вход в зону здесь, есть бросок, еще один сейф Шевченко, кист московского ЦСКА сборной Беларуси, еще бросок есть, это Клопов, здорово разбирается, Шелковский, вот здесь момент уже у Приволжья, вот такая передача на пятак, получает, остается до конца первого периода, пока без заброшенных шайб, Прохоров, классно Клопов сыграл, но вот здесь побежал Ходорович, шикарно обыгрывает, нет, только вот не забрасывает Ходорович, еще одна потеря, нужно здесь забрасывать это удаление, это очень здорово, конечно, Марченко сопровождает, Гацко, Гацко, есть бросок, это сейф Прохорова, никаких Протас, хороший вход в зону, Авраменко, Протас, еще бросить в Беларуси, отбивается команда Александра Прыгунова, еще пытается организовать контратаку, вот такой бросок, я считаю, что у Приволжья 15 кистов Акбарса, бросок есть, Прохор играет в системе Казанского Акбарса, плюс понимаем, что бросок, еще один по ротам Шевченко, выиграет бросование в кисты Прыгунова, вот такой бросок, Сырумо, сразу передача на синюю, one-timer, очень неплохо сейчас выиграет бросование при Волжье, еще один бросок, передача сразу на синюю линию, вот такой бросок есть, Прохоров в Беларуси первую шайбу сегодня организовать, сразу передача на синюю, Клопа, вот такое подставление Шилковского на пятаке, здесь, конечно, повезло при Волжье, потому что шайба вполне могла юркнуть за Леночку в исполнении Сергея Шевченко, здесь передача сразу на синюю, вот такой бросок Рохорову у Степанова, вот здесь уже Павлов, потому что режет угол, вот такая передача на пятаке, потому что бросок не Приволжье выигрывает, есть бросок, а шайба попадает в Шилковского, еще одна подставка, ярышка перекладина, вот, конечно, включаться, возможно, не вышли, а сейчас наши ребята из раздевалки, здесь Шевченко шайбу не накрывает, не пускает Хусаинова, хорош здесь Никита Яценко, что придумает тридцатый номер, и оценка, но, да, здесь уже не позволили ему, тоже такую тенденцию нужно, наверное, немного исправлять, нужно сейчас Перми выходить вперед, вот такой момент, очень здорово, конечно, Ходорович играет, пусть помогает ему и Павлов, есть бросок, мимо, в Рохорове, нет, шайбу не покидает зону, вопрос в том, что уже порядка одной минуты просто стоят, какие-то... Афанасьев, Афанасьев, есть бросок, Афанасьев, сольный проход Афанасьева, вот такой бросок, передача Шелковского, очень неплохой бросок, Александр Яценко, еще одна попытка, Яценко, как же здесь не забрасывает Яценко, еще момент есть, я так понимаю, что это... Марченко, хорошая передача на Протаса здесь, Протаса, вновь Марченко, есть сразу бросок, бросок, Шевченко дает отскок, Враменко, здесь потеря, нужно следить за Сосуновым, потому что он может убежать, он убегает, Сосунов, нет, они перейдят, не закрывают, поэтому Кузнецов набирает ход, бросок Кузнецова, хорош, Прохоров, ну и вот контр-ответ, соответственно, от Приволжья бросок, есть еще один, что он сумел отклеиться от своего опекуна, Ходорович, Марченко, Марченко на пятак, и Шевченко, тут очень здорово, Протас, конечно, на точке бросания сыграла, Враменко, и еще передача на Никиту Яценко, она-то прошла, ну и вот, соответственно, контратака от сборной Беларуси, Никита Яценко, Протас, забрасывать нужно, нет, сейчас Протас не пробивает Шевченко, хотя момент был просто шикарным, прощает Протас со сборной Приволжья, Прохоров, Прохоров, хороший сейв, здесь позволяет что-то интересное придумать, у ворот Шевченко, Авраменко, есть бросок, рикошеты, 1-0, шайба оказывает, соседки ворот Приволжья, сборная Беларуси, отработали, передача на Авраменко, бросок, да, и там шайба, кстати, транзитом через Алана, мы же ведем в счете, и на самом деле нужно, конечно, продолжать, потому что шайба одна в матче с Приволжьем, это, конечно, не самое комфортное преимущество, а вот тогда, 1-1, ну и стоит, наверное, отметить, что вот, что сумели пробить сборной Беларуси, хотя ничего не предвещало беды, да, вот такой бросок, первый бросок, вернее, первый и второй с заброшенными шайбами, поэтому уже, конечно, я не уверен, еще бросок есть, Прохоров вручает, Курзов, Степанов, здесь перекрыта линия броска, момент есть, Курзов, Курзов, и 2-1, сборная Беларуси вновь выходит вперед, атак Курзов, здесь разложил, смотрим всю геометрию этой атаки, вот такой наброс Степанова, шайба попадает из Шевченко, да, это сейф голкипера, что могут сейчас обрез Поповского, длинная передача, она проходит, Нигматулин, Нигматулин, передача какая, Шелковский, вновь гречный, но понятно, что Шелковский здесь не бросил, Румо, вот такая попытка, было подставление, 3-1, 3-1, сейчас становится, это Шелковский, да, там, я так понимаю, бросок гречный, шайба и Хабиан, передача была такая, вот подбросок, возможно, под подставление, но еще раз Сашевченко накрывает шайбу, но вот здесь небольшая подносовка, и будет удаление, вопрос у кого? Неплохая передача по синий получается, здесь у Приволжья, минуты 10 секунд, и Лисеева, какая же передача, еще бросок есть, Прохоров, Прохоров, хороший сейв, ребята, большинство, Протаса, хорошая передача, Протаса, нужно забрасывать, сборной Белоруссии, ну и набирает ход Малик Соберзианов, Соберзианов, передача, благо, что не попадает, там очень активно апеллирует к арбитру, Хоккейс Приволжья, выход 3-2, бросок, еще один, неприятнейший отскок, и вот 3-2, вот счет становится 3-2, забрасывает Рузаль Нигматулина, дубль 16-го номера, привали выход 3-2, бросок Нигматулина, вот такой отскок, первый сейв Прохорова. При таком развитии событий совсем скоро, я думаю, что Александр Прогунов будет снимать Шевченко, Прохоров, накрывает шайбу, накрывает шайбу Прохоров, партнера играет, вновь на фиге, на синей линии, бросок есть, вторую победу на Кубке Сириуса, нет, броска пока нет, и, соответственно, звучит финальная сирена, сборная Белоруссия одерживает вторую победу на Кубке Сириуса, обыграем Приволжья, с отсчетом 3-2, тяжелейший поединок, но все-таки этого стоило. Субтитры сделал DimaTorzok